Всем привет! Вы на канале CyberYosh и сегодня мы с вами проведем тест, а также проверим электронную почту на устойчивость ко взлому. В данной главе мы говорим преимущественно об электронной почте, однако предложенный метод проверки может быть применен и для аккаунтов социальных сетей, и для аккаунтов мессенджеров. У большинства пользователей e-mail привязан к различным сервисам, и взлом электронной почты позволяет злоумышленнику получить к ним доступ. Если вы серьезно относитесь к безопасности ваших данных и изучаете наш курс, скорее всего используете данную рекомендацию, и взлом вашей почты не приведет ко взлому аккаунтов, привязанных к e-mail. Однако, согласитесь, мало приятного, если кто-то получит доступ к содержимому вашей почты. В свое время взлом персональной почты стоил Хиллари Клинтон поста президента США, а хакера Fly привел за решетку. Давайте смоделируем ситуацию, когда ваш недоброжелатель, например, конкурент по бизнесу, закажет взлом вашей почты, и сами закажем его. Это будет отличной проверкой защиты аккаунта, так сказать, действием на опережение. Первым делом надо найти хакера или сервис, предоставляющий услуги взлома почтовых аккаунтов. Для этого не обязательно лезть в Deep Web. В поиске введите взлом почты, и вам будет предложена масса занимающихся взломом почты сервисов. Большинство из них работает без предоплаты. Именно такие сервисы нам и нужны. Часть из них – мошенники, которые ставят перед собой единственной целью получить с вас деньги. Они обычно даже не пытаются взломать почту. Они будут просить предоплату, их можно вежливо благодарить и прощаться. Но есть более хитрые мошенники. Через некоторое время после заказа такой мошенник сообщит, что почта жертвы успешно взломана. И для подтверждения он через свою программу отправил вам письмо со взломанного ящика. Но так как отправка шла через программу, письмо, скорее всего, попало в спам. Разумеется, после этого хакер попросит деньги за работу. Запомните, никакой программы нет, как и взлома почты. В данном случае используется банальная подмена адреса. И такие письма почтовые сервисы сразу отправляют в спам. Могут попасться и вымогатели, которые, получив заказ, начнут вас шантажировать. Суть их предложения обычно сводится к следующему. Или вы платите деньги, или они передают всю информацию о вашем заказе жертве, или в правоохранительные органы. Как вы понимаете, в нашем случае это не страшно. Среди мошенников и вымогателей находятся и реальные сервисы, которые начинают проверку вашего электронного почтового ящика на устойчивость к различным методам взлома. Я не хочу описывать процесс подробно, так как это скажется на эффективности теста. Вы сами должны будете разгадать используемые приемы. Выберите для работы несколько сервисов, занимающихся взломом почты, и сделайте заказ. Сервисы предупреждают о запрете одновременного заказа нескольким сервисам. Но в нашей ситуации это можно проигнорировать. Если сервисы по итогам работы сообщают отчетности попыток взломать вашу почту, значит, ваш недоброжелатель, обратившись к ним, получит аналогичный результат. Если опасаетесь давать свою почту, заведите отдельный имейл. Настройте его безопасность аналогично вашему основному и натравите хакеров на него. Если хакер справится с работой, обязательно заплатите ему. Это будет для вас ценным уроком и поводом пересмотреть безопасность своей электронной почты. Совет. Закажите хакерам взлом своей электронной почты. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк и не забывайте посетить наш сайт и группу в Телеграм. Ссылки в описании к этому видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok